МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так что соблюдать меры безопасности по-прежнему крайне важно. В Крае продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Свой выбор сегодня утром сделал и губернатор Владимир Владимиров. Глава региона проголосовал на избирательном участке номер 56 в Ставрополе. Конституция – это тот фундамент, на котором наша страна стоит, практически 30 лет простояло, и дай бог сейчас будет сто лет стоять на этом фундаменте. Поэтому каждый человек должен понимать, что это голосование уже даже не за мое будущее, за будущее моих детей и за будущее детей моих детей. Напомним, накануне в Крае начали работу 1394 избирательных участка. Голосование проходит с соблюдением всех мер безопасности. Теперь летнюю жару на улице будем переносить легче. На Ставрополе открыли сезон фонтанов. Долгожданный старт ему дали в краевой столице на площади святого князя Владимира. Именно там расположен один из самых больших фонтанов юга России. Гости праздника наблюдали красочное световое шоу под звуки известных композиций. Также от зимней спячки по всему городу проснулись еще более 20 фонтанов. Новую школу в Кисловодске планируют достроить в сентябре. Учебное заведение рассчитано на 275 детей. Работы проходят под эгидой нацпроекта образования. Объект готов уже более чем на 80%. Отметим, что на прилегающей территории обустроят метеорологическую и географическую площадки. В Ставрополе в 2020 году отремонтируют 4,5 километра городских трасс. Краевая столица получит на это 55 миллионов рублей из регионального дорожного фонда. В целом в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы в городе обновят 9 участков дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова